Первый раз страшно. Друзья меня называют Лу, поэтому как бы, ну, называюсь я Настя Лу. Вот, и прочитаю. Прочитаю стихотворение, стих маленький, который я когда-то написала в соавторстве со своим другом, который, увы, потеряли контакты, я не знаю где он, как он, я даже буду читать его стихи далее. Любовь не может лицемерить. Любовь не может лицемерить. Ей незнакомы страх и ложь, ей нужно жить, если поверить, пока идет по телу дрожь. И нет на свете чувств прекрасней, чем два дыхания в одном, и только тот, всецело счастлив, кто точно знает, что влюблен. Поэма, не поэма, в общем, стих от детства моего друга, читая слезка, не могу никак выучить. Крип качели во дворе, крики детворы, радостно и грустно мне, как в конце игры. Детство, юная пора, что тут говорить? Веселиться детвора, начиная жить. Не вернуть уж детство нам, даже на часок. Только иногда во снах светлых дней глоток. В детстве чистые мечты, мысли в облаках, нету нудной суеты, и весь мир в руках. И еще стих моего друга, извините, забыла его представить, Арчи его зовут. Вот, на весь пасьян с меня не хватит. На весь пасьян с меня не хватит. И блеф признаться не с руки, Сегодня главное не стратить. Все, что иное, пустяки, Фортуна реже посещает. Все чаще в путь диктует кайф. А в жизни всякое ведь бывает. И без заварки тоже чай. Непрерываемая нить интимно-личных сожалений, Невнятный мир могла б затмить. Побед глядущих, добрый гений, Расплата за прекрасное, Тоска и боль ужасная. И ветви неизбежности, но это есть судьба. А память острым лезвиям, И мысли бесполезны, И голод, одиночество, и дальше Нет пути. Наверное, в наказание Мучения и страдания И жизни очень радуют. И все вокруг не то. Еще бы хотела прочитать Мое любимое стихотворение Великой поэтессы Марины Цветаевой. Я закончила театральную, И я это читала на вступительном экзамене. Стихотворение называется «Идешь на меня похожий». Идешь на меня похожий. Глаза устремляя вниз, Я их запускала. Тоже, прохожий, Остановись, прочти. Слепоты куриной и маков набрал букет, Что звали меня. Мариной. И сколько мне было лет, Не думай, что здесь могила, Что я появлюсь грозя, Я слишком сама любила смеяться, Когда нельзя. И кровь приливала кожа, И кудри мои вились, Я тоже была. Прохожий, прохожий, Остановись, Сорви себе степень теки. И я даду ему вслед Кладбищенской земляники, Крупнее, слаще нет, Но только не стоя грюма, Главу опустив на грудь. Легко бы мне подумай, Легко бы мне забудь, Как луч тебя освещает. Ты весь в золотой пыли, И пусть тебя не смущает Мой голос из-под земли. Я ее мечтаю За пределами этой вселенной. Она живет в этой информации, Что-то утром мычит в интернете, Проклинает мир цивилизации, И мечтает о своем поэте. А он из 18 века Ходит по субботам на охоту, Он гордо носит звание человека, И не любит черную работу. Как жаль. Ведь им не встретиться при жизни, Не полюбив погибнуть их судьба, И каждый в мире полным эгоизма Не будет знать, о чем поет молва. И будут ждать и незаветной встречи, Чтоб в вечность жить и быть наедине, Но он не сможет взять ее за плечи, И мне уснуть на белой простыне. А вечерами не будут гаснуть свечи, И счастье не для них накроет стол, И будут слишком сладкими их речи, И ноги больше не уткнутся в пол. И за пределами ночной вселенной Сплетутся воедино все пути, А жизнь была и есть обыкновенной. Лишь смерть поможет счастье обрести. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё бы хотела прочитать буквально парочку стихотворений. У меня есть любимое стихотворение, Любимая поэтесса Аліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацько причинились, Коли не знают, с чего их почать. Бо все слова были уже чимись. Хтось ими плакав, мучився, болів, Из них почав, и ними уже завершив. Ротеи миллиарды, и миллиарды слеп, А ты их маешь вымолвати вперше. Все повторялось, и краса, и потворність, Усе было, асфальты и спорощи. Поэзия – все завжди на повторність, Якийсь безсмертный дотин до души. Ещё бы моя, дорогая, маленькая. Ты будешь счастлив. Ты улетай в небо. Пусть будет страшно. Ты будешь счастлив, И это важно. Ты беги к морю, Ведь там не душно. Ты будешь счастлив, Мне это нужно. Ты иди к солнцу, Там есть вечность. Ты будешь счастлив, И это радость. И последнее я вот хочу прочитать, И если никому не смущает тема войны, Вот у меня есть любимое стихотворение, Мне когда-то за него в театральном Поставили фильм. Я хочу его ещё раз прочитать, Надеюсь на пять. Ярослав Смеляков, Судья Упал на пашню в высотке Суровый мальчик из Москвы, И тихо сдвинулась пилотка С пробитой пулей головой. Не глядя на беззвёздный купол, И чуя веяние конца, Он пашню бережно ощупал Руками быстрыми с лица, И уходя в страну иную, От мест родных милдовики Он землю Тёплую, сырую Зажал В коснеющей реке. В росте отвоёванной России Он захотел на память взять, Не сумели мы Живые Те пальцы мертвые разжать. Но так его похоронили В его военной красоте, В большой торжественной могиле На взятой Утром высоте. И если правда будет время, Когда людей на страшный суд Из всех земель С грехами всеми Трекратно трубы призовут Предстанет за столом судейским Не бог с туманной бородой, А пленёк красноармейский, Предподрессённую толпой, Держав своей ладони правой, Помятая немцами в бою Не символы небесной славы, А землю Русскую Свою. Он всё увидит, этот мальчик, И неё-то не простит, Но лезть от правды, Боль от фальши, И гнев от злобы от лечей. Он всё увидит, О ком зорким. Сидящий молча впереди Судья, высплевший Немнадцатёрки, Сидящий молча впереди. И будет самой высшей мерой, Какой умереть нас могли В ладони юношеской, Сежая. Так горсть, Тяжелая земля. КОНЕЦ КОНЕЦ